МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой Китай вы видели? 9 миллионов 600 тысяч квадратных километров безбежных просторов или 3 миллиона квадратных километров бурлящих волн? Мир, где сменяются времена года, или музыкальную пьесу, где главную партию исполняют лед и пламень. Оторвавшись от земли, мы взмыли к облакам. Увиденное превзойдет все ожидания. Вы отправитесь в обычные доступные места, увидите изумительные картины, которые доступны только сверху. С высоты птичьего полета даже самые знакомые места выглядят по-другому. От близкого мира до далеких поселений, от природы и географии до культуры и истории. 50-минутное путешествие в воздухе и небывалый опыт начинаются прямо сейчас. Отправляйтесь на прогулку по небу вместе с нами. Провинция Дзянси близка к реке Янзи. В эпоху, когда развит водный транспорт, река Янзи словно скоростное шоссе. А разветвленная речная система провинции Дзянси словно провинциальные и национальные автомагистрали. Вместе они создают развитую транспортную систему, соединяющую Дзянси со всем Китаем. Там, где озеро Пуэнху сливается с рекой Янзи, возвышаются одинокие горы. Проделав путь более 5000 километров, река Янзи здесь делает третий большой поворот. От гор Ши Джуншань начинается нижнее течение Янзи. В среднем и нижнем течениях река Янзи соединяет четыре крупных пресных озера. Озеро Пуэнху – самое большое из них. Оно словно легкое Янзи. В период малой воды оно служит источником воды для реки. Во время паводка озеро Пуэнху поглощает лишнюю воду реки Янзи. Такой обмен поддерживает относительно стабильный уровень воды в реке Янзи. Во время паводка на озере Пуэнху люди могут увидеть несколько старинных строений, выглядывающих из воды. На самом деле они возведены посреди озера на небольшом острове Лосиндун. В период малой воды уровень воды опустится, дно озера оголится и появится степь. А подводный остров полностью выйдет из воды. Как выглядит озеро Пуэнху, зависит от того, в какой сезон вы видите его. Это пересекающее озеро Пуэнху автодорога. Каждое лето, в период половодия, вода постепенно покрывает дорогу. И немало людей, пользуясь этой возможностью, приезжают сюда ради того, чтобы проехать на машине по воде. Вода продолжает пребывать. Через полмесяца эта дорога полностью погрузится в воду. Каждую зиму на озере Пуэнху собирается огромное количество перелетных птиц. Максимальная численность птиц может достигать 700 тысяч. Они прилетают сюда целыми семьями. Белый журавль здесь частый гость. Красный лоб и белоснежное оперение – его самая яркая особенность. Рядом с белыми журавлями прогуливаются дальневосточные аисты с черно-белым оперением. Их можно назвать важными гостями на озере Пуэнху. Во всем мире их насчитывается всего 3000 с чем-то особей. Когда белый журавль во время полета расправляет крылья, на их кончиках заметны черные перья. Это его маховые перья первого порядка. А у дальневосточного аиста черные перья полностью покрывают расправленные крылья. Благодаря этим птицам зимой озеро Пуэнху становится очаровательным раем перелетных птиц. На озере Пуэнху труднее всего встретить китайского речного дельфина реки Янзы, который находится на грани исчезновения. Наши поиски длились три дня, и, наконец, мы поймали момент, когда речной дельфин выглянул из воды. Они похожи на обыкновенных дельфинов, и примерно каждую минуту выглядывают на поверхность воды, чтобы сделать вдох. Сегодня удачный день, и нам удалось увидеть двух одновременно вынырнувших речных дельфинов. Похоже, когда вода в озере Пуэнху поднимается, речным дельфинам будет еще лучше. Отправляясь на юго-восток, мы спешим посмотреть на рыбалку, где баклан сотрудничает с человеком. Говорят, что традиции рыбачить с бакланом несколько тысяч лет. Бамбуковая удочка ударяет о воду, звучит команда, и бакланы погружаются в воду. Вскоре они появляются с добычей. Во время рыбалки рыбак обычно не кормит бакланов. Наевшись, они, возможно, не захотят работать. Иногда, поймав большую рыбу, баклан тут же получает награду. Вечером лодка возвращается полной, а бакланов ждет сытный ужин. Покинув озеро Пуэнху, мы отправляемся в Диндэджэнь, который знаменит своим фарфором. По преданию, в период правления династии Сун, партия местного синебелого фарфора поразила тогдашнего императора. И городу было даровано название девиза правления императора. С тех пор он стал называться Диндэджэнь. Древние печи для керамики строились в горах в соответствии с их рельефом. Ступенчатая конструкция соответствовала последовательности обжига керамики, которая продвигалась снизу вверх. Это способствовало экономии энергии. В древности в Диндэджэнь ежегодно создавали несколько миллионов керамических изделий. Они покидали родину, порасположенной поблизости реке Чандзян и отправлялись в дальние края, где для всего мира становились символом Китая. В этом путешествии мы вспомним времена, когда бродяги обосновались на чужбине. На террасированных полях в Шанбао сохранились следы впервые прибывших сюда представителей этноса Хакка. Мы посетим дома крепости Хакка и увидим, как они радуются жизни. В деревне мы поучаствуем в праздничной игре Хакка. Это созданные Хакка террасированные поля. В период правления династий Тан и Сун, пытаясь укрыться от военной смуты, группа мигрантов со Срединной равнины проделала трудный путь, чтобы добраться сюда. Так как они поселились на чужбине, их стали называть Хакка, что значит «приезжие». Вдали от Родины всегда тяжело. Они увидели, что все земли на равнине уже заняты, поэтому им пришлось создавать пахотные земли на более высоком уровне. Таким образом, они создали террасированные поля Шанбао, разность высоты, уровней которых, составляет почти тысячу метров. Появление полей решило проблему с продовольствием, и Хакка решили обосноваться здесь. Разбросанные среди современных зданий темные строения – это традиционное жилище Хакка, дома крепости. Чтобы укрыться от нападений диких животных и разбойников, они огораживали территорию крепкими стенами и жили родами. Комплекс Янивэй – это самый высокий дом-крепость из сохранившихся в Дянси. Он больше походит на укрепленный военный лагерь, чем на жилище. 15-метровая стена возведена из гранита и черного кирпича. Во всем сооружении всего один вход. В доме крепости – 136 комнат. Одна четвертая из них использовалась для хранения зерна. Даже будучи окруженными, люди могли оставаться в крепости целый год. Очевидно, что прижиться на чужбине было нелегко. Крепости Ушивэя и оборонительные функции были улучшены. На востоке, юге, западе и севере находятся четыре форта, орудия которых могли немедленно наносить удар при появлении врага. Жизнь постепенно стала спокойнее, и устройство крепостей стало еще более продуманным. Говорят, что на строительство крепости Гуанси-Синьвэй ушло 29 лет и миллион лянов серебра. Посередине крепости – группа расположенных строений, которые расположены по пять в три ряда. В этом роскошном жилище площадью почти 8 тысяч квадратных метров уже незаметно смятение скитавшихся на чужбине Хакка. В первый месяц по лунному календарю мы приехали в гости к представителям Хакка в уезде Ганьсянь, чтобы познакомиться с их особенными обычаями. Деревянная конструкция в руках жителей деревни называется «дадяо», что на местном диалекте созвучно слову «разбогатеть». Кто сможет забрать домой дадяо, тот будет удачливее всех. Действия обеих сторон выглядят преувеличенными. Когда-то ожесточенное соревнование сейчас превратилось в забавное праздничное представление. Когда стороны уступают друг другу, удача приходит ко всем. Обычаи Хакка передаются из поколения в поколение на протяжении долгого времени. Используемая в церемониях утварь тоже довольно старая. Хранящимся на чердаке старым черепицам больше ста лет. Каждый год во время праздника середины осени их используют, когда поджигают башню из черепицы. Хакка сооружают трехметровую полую башню из черепицы и кирпичей. Днем очень трудно догадаться о ее назначении. А вечером вы поймете, для чего она нужна. Чтобы зрелище было еще более впечатляющим, некоторые добавляют в огонь серу. По преданию, несколько сотен лет назад пламя в башне из черепицы было сигналом Хакка к бунту. Сейчас разжигание костра в башне из черепицы больше похоже на веселое гулянье. Огонь собирает людей вместе и символизирует удачу. Далее мы посетим два города, расположенных на реке Гандян. В городе Ганчжоу мы увидим меняющийся плавучий мост. Поднимаясь вверх против течения реки, мы отправимся в Нанчан и увидим прошлое и будущее на противоположных берегах реки. Река Гандян – самая крупная в провинции Дянси. С юга на север она пересекает всю провинцию. Провинцию Дянси называют Гань именно по названию этой реки. Воды рек Джаншуй и Гуншуй пересекают горы и сливаются на севере города Ганчжоу в одну реку. Иероглифы из названий этих рек вместе образуют иероглиф Гань. Отсюда пошло название реки. Старый город Ганьчжоу с трех сторон окружен водой. В городе и за его пределами очень много мостов. 117 деревянных лодок образуют 400-метровый плавучий мост, который соединяет берега реки Гунзян. Мост опирается на плавучесть деревянных лодок. Он поднимается или опускается вместе с уровнем воды. В прошлом, когда было много транспортировок по воде, плавучий мост разрывали два раза в день, чтобы могли пройти суда. Сейчас это правило отменили и только при особой надобности отправляют специальное судно, чтобы разобрать плавучий мост. Это современная интерпретация пословицы «переправившись через реку, разрушить мост». Поднимаясь вверх против течения реки Гунзян, мы отправляемся к конечному пункту нашего путешествия. В городе Нанчан можно найти много названий, связанных с 1 августа, в том числе мосты, улицы и парки. Даже профессиональная футбольная команда названа в честь 1 августа. Все названия с 1 августа в память об одном дне. 1 августа 1927 года один выстрел в Нанчане начал эпоху революции. Этот день стал памятной датой рождения народной армии. Дворец тэнского князя Тен-Ван-Ге, который мы сегодня видели на восточном берегу реки Гунзян, это не оригинальная постройка эпохи династии Тан. Это тщательно восстановленная копия. В эпоху династии Тан поэт Ван-Бо был здесь проездом и присоединился к пиршеству во дворце Тен-Ван-Ге. Написанным им стихотворением предисловие к стихам во дворце тэнского князя восхищаются на протяжении тысячи лет. Особенно популярной стала строчка «Одинокая утка на закате взлетела в небесную высь, осенние воды по цвету словно бы с небом слились». С тех пор дворец Тен-Ван-Ге разрушался и строился снова и снова. К сегодняшнему дню он заново возведен в двадцать девятый раз. Возможно, пока будет распространяться поэма предисловия к стихам во дворце тэнского князя этот дворец будет продолжать существовать. В вечернем Нанчане эллиминация заново рисует контуры города. На восточном берегу реки Гандзян знаменитый дворец Тен-Ван-Ге на западном берегу новый городской район Унгутань. Расположенный на реке Гандзян оживленный город Нанчан объединяет прошлое и будущее. Предисловие к стихам во дворце тэнского князя позволило нам запомнить одну эпоху. И сегодняшний город Нанчан точно так же надеется стать ярким воспоминанием. КОНЕС КОНЕЦ